Что касается презумпции правоты полицейского, к сожалению, у нас зачастую в обществе любят перевирать или передергивать то, что есть. На самом деле в чем вопрос? Страшная видеозапись с камеры погибшего патрульного полицейского все показала. На сегодня полицейский не может воздействовать и применить силу к тому человеку, который не нападает на полицейского, но при этом его не слушает. Например, полицейский говорит, сидите в машине, а человек выходит, но он при этом не нападает на полицейского. Рассказывает, что полицейский не прав и так далее. В это время этот человек представляет для полицейского угрозу. Ведь он не знает, как в случае с трагедией в Днепропетровске, кто этот человек. Может быть он в розыске, может быть он опасный преступник, а может быть он просто гражданин, который, так сказать, находится на нервах. Поэтому задача стоит следующим. Прописать в законе, что граждане обязаны соблюдать требования полицейского. Например, не выходите из машины, отойдите на три шага и так далее. Это необходимо для безопасности как полицейских, так и самих граждан. Мы стремимся снабдить всех полицейских, которые работают на улицах, видеокамерами, которые стоят в оцеплениях. Каждого полицейского патрульного, ни на одну, ни на две, должна быть камера. И дальше, если гражданин считает, что его права были нарушены, он пишет заявление в тот же день, берется видеозапись камеры полицейского и принимается решение. Если полицейский нарушит права гражданина, его ждет суровое наказание. Но и полицейские должны быть защищены. В том числе, они должны иметь возможность, чтобы граждане, которые говорят, не выходи из машины, положи руки на руль, дай документы, чтобы они соблюдали это. Они вступали в разговоры. Извините, есть масса видеозаписей в Ютубе. Например, как в Харькове сидит некий гражданин в Роллс-Ройсе, и 40 минут полицейским рассказывают, что он не будет выходить из машины, что он трезвый, что он не пьяный, и что он никуда не едет. На сегодня, если полицейский принимал к нему силу, мы бы увидели массу заявлений о жестокости полицейских. Но этот человек не выполняет требования полицейского, не хочет выйти из машины, не хочет показать документы. Мы должны этот момент законодательно урегулировать. Поймите, мы стремимся сделать не полицейское государство, мы стремимся сделать страну, в которой люди соблюдают законы и уважают эти законы. Извините, я не могу сейчас сказать, что граждане у нас любят соблюдать закон. У нас так говорят, знаете, давайте все будут жить по закону, но чтобы мой кум мог порешать проблемы. Понимаете, так быть не должно.